В Махачкаре приостановили очередное незаконное строительство. По информации городской прокуратуры, в столице республики десятки объектов, которые строятся без необходимых документов, а зачастую у многих застройщиков поддельные постановления о выделении земли. Только в этом году собственность муниципалитета вернули порядка 25 таких участков. Хамзанур Магомедов, продолжение темы. Столичный микрорайон – кислородная станция. Площадь 450 квадратных метров. Уже поднят первый этаж, а планировали все девять. Всё бы ничего, но документы у хозяина участка, как выяснилось, поддельные. Соседи пожаловались, прокуратура отреагировала. Прокуратура города с целью возврата из незаконного чужого владения земельных участков, принадлежащих муниципалитету, и сноса незаконно возводимого объекта в Ленинский районный суд направлено исковое заявление. Помимо этого, за поддельные бумаги и незаконное присвоение земельного участка возбуждено уголовное дело. В Управлении архитектурно-строительного надзора нам рассказали, что документы были выданы ещё в 2014 году. Однако после прокуратурской проверки выяснилось, что документы незаконны. Застройщику данные рекомендации остановят все строительные работы до выяснения всех обстоятельств. Подобные нарушения прокуратура выявила ещё в двух местах. Поддельные документы были оформлены на участок в районе Восточного рынка и на улице Гагарина. О фактах земельного беспредела сообщили в письменном виде и главе города. За текущий год порядка около 25 участков изъятие в муниципальную собственность решениями судов. Есть, которые после того, как выявили граждане, самостоятельно отказываются тоже. Такие участки – это уже помощь нашей правоохранительной системе. Каким будет решение, суда покажет время. Но работа по выявлению незаконных участков продолжится. Активная гражданская позиция по словам сотрудников прокуратуры должна в этом деле помочь.